Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Выбрать правильное масло для опыта очень легко, по цвету. Чем интенсивнее цвет масла, тем контрастнее и эффектнее получится зрелище. История лавовых ламп началась в 1960-х, когда простой бухгалтер Эдвард Крейвин Уокер подал патентную заявку на осветительный прибор с захватывающим визуальным эффектом. Оригинальный рецепт Уокера включал подкрашенную воду и смесь прозрачного масла с полупрозрачным парафином с добавлением тетрахлорметана. В 1970 году тетрахлорметан был признан токсичным веществом и удален из состава, поэтому рецепт пришлось изменить. Парафин не смешивается с водой. Обычно его плотность намного меньше плотности воды, но добавление тетрахлорметана делает его чуть более тяжелым, чем H2O, заставляя опускаться на дно. Корпус лампы представляет собой прозрачный сосуд с лампой накаливания на дне. Опускаясь вниз, парафин нагревается от лампы. В условиях растущей температуры он расширяется быстрее воды, то есть становится менее плотным, отчего поднимается вверх в виде красивых пузырей. Удаляясь от лампы, парафин остывает, и, едва добравшись до вершины сосуда, пузыри вновь плавно опускаются вниз. Кухонную версию лавовой лампы можно соорудить за считанные минуты. В ней ингредиенты меняются местами, прозрачный сосуд заполняет растительное масло, а вниз опускается более плотная подкрашенная вода. Вода и масло, как известно, не смешиваются между собой. Чтобы начать шоу, достаточно бросить в сосуд бесцветную шипучую таблетку, например растворимый витамин С. Такие таблетки содержат кислотные вещества, карбонаты или гидрокарбонаты, которые, реагируя с водой, выделяют углекислую газету. Пузырьки газа поднимаются сквозь масло, унося с собой часть подкрашенной воды. По пути пузырьки встречаются и объединяются в более крупные капли. Достигнув вершины, газ уходит в воздух, а водяная капля плавно опускается вниз. Остается только подсветить сосуд фонариком сзади или снизу. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.